Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели интернет-портала радиоцентра Сенгейтс. Начинают свою программу. И время в Чикаго во вторник. Ну и на связи у нас, как всегда, по вторникам доктор с почти 40-летним стажем, целительство, надо сказать, врачевание, доктор Борис Увайдов, написавший очень много книг, монографий, статей, которые действительно помогают очень многим и помог, и помогают очень многим людям на разных континентах земного шара. Добрый день, дорогие друзья! Потому что многие стесняются, хотя это ведь нормально всё. Речь идёт о потенции или импотенции для тех, у кого нет потенции, правильно? Вот. Ну, какие тут могут быть причины? Да, причин очень много. Давайте мы сразу говорим вам. Есть физиологическая импотенция, есть психическая импотенция, есть совокупность всего этого. Поскольку организм – это единое целое, поэтому если человек ранимый, если у него нервная система истощённая, если он работает как лошадь всё время, не имеет отдыха, плохой сон, дальше, если он не делает профилактику, если у него какие-то недостатки микро-макроэлементов, если у него генозный застой в малом тазу, если он болел венерическими болезнями и не до конца вылечился, если у него инфекционные болезни и как часто он болеет ангинами, ОРЗ и другими инфекционными заболеваниями, эти любые инфекции, вирусы, бактерии, паразиты могут поражать предстательную железу. Она воспаляется, увеличивается в объёме. Также предстательная железа связана с толстым кишечником. И я всегда объясняю, что толстый кишечник непосредственно связан с малым тазом. И малый таз, если там застаивается чёрная кровь, то как следствие получается воспалительный процесс в предстательной железе. Вот видишь, это как бы, если междунаходится предстательная железа... Переверните вертикально. Значит, если в середине находится предстательная железа, и там нарушается кровообращение, значит, там будет воспалительный процесс. Как предстательная железа, это половая железа, которая вырабатывает предстательный сок перед эякуляцией. Значит, у человека может быть быстрое семяизбержение, может быть простотория, может выделяться после мочи смускания, может выделяться как бы белая вот эта субстанция. Вот. Это признаки воспалительного процесса всей системы малого таза, включая мочевого пузыря. Часто воспаляется предстательная железа от того, что у человека постоянная инфекция во рту. Это тоже инфекционные зубы, коронки, руд-каналы, ртутные пломбы. Это тоже соли тяжелых металлов, которые отравляют и кровь, и дают воспалительные процессы в простате. Вот смотри, за пять минут я сколько причин нашел? Да, это я физиологические причины. Теперь психологические причины. Но есть и совсем другие причины. Я когда-то работал в правительственной поликлинике как психоневролог, сексопатолог. Я приехал с Ленинграда, институт имени Бексерева. Очень многому научился и у психиатров, и у психотерапевтов. И я тогда уже делал гипнозом. Так вот, психологическое расстройство и импотенция заключается в том, что человек обеспокоен тем, что он может опозориться и не доказать свое мужское достоинство в постели с молодой женой. Так вот, представь себе, да, но особенно смотреть. И я, значит, иногда читал, я с любой женой брако-сочетант, в Ташкенте. И я замечал, ко мне обращались очень много молодых пар, которые не могли совершить, значит, как бы совершить обряд девственницы, да, после, значит, брачной ночи. Значит, где-то 50-60% не могут справиться в первую брачную ночь. Волнение. Свадьба на 300, на 400 человек. Человек готовился там целый месяц. Ответственность. И состояние непредсказуемости. И если он не чувствует себя уверенным, вот, еще многое зависит от того, как будет вести себя жена или любовница. Вот. Одно неправильное ее слово, если он равнивый, у него не будет эрекции. Это психологическая импотенция. Что я говорю и что делаю? Я говорю. Значит, отдельный разговор с женихом, отдельный разговор с невестой. Поскольку это нигде не преподается, никого никогда не обучают. Люди какие-то информации находят. Вот. Естественно, не от специалистов. И поведение тоже неправильное. И когда ему говоришь, что это нормальное состояние, когда человек впечатлительный, у него волнение, у него эрекции никакой не будет. Доктор, это нормальное явление, в теории нормальное явление, но совершенно это не нормальное явление, простите, в постели. Когда и один хочет, и другая хочет, чтобы действие совершилось. Вы объясняете это нормальное явление, поскольку у него там или у нее там делать, короче говоря, что в течение недели, или мы к этому придем, у них все восстановится. То есть мы успокаиваем обои и подготавливаем психику обои, что нормальное явление убрать всякие беспокойства и сомнения. Если в течение недели, они просто не думают об этом, и у него автоматически рефлексионным утром обязательно будет эрекция. Если она не будет, ну вот тогда надо принимать другие меры. А вот фраза одна была, вот мне хочется на ней остановиться. Фраза была, вы сказали, с молодой женой. Ну, сейчас, да, собственно, всегда было, ну, есть так называемые браки возрастные, неравные, там, не знаю, как угодно, по возрасту. Вот у меня самого есть несколько хороших знакомых, которые, разница возраста у них достаточно большая. Достаточно большая, это имеется в виду чуть ли не 20, а то и более лет. То есть у них уже и дети, в общем-то, старше, чем их жены. Я имею в виду мужчин. То есть люди в возрасте за 60 лет, а жены у них, ну, 25, там, скажем, вот так вот лет, 25, 27, 28 лет. Вот, ну, со временем, собственно говоря, ну, придет спра, когда действительно уже ничего не поделаешь, это возрастное, и мы же знаем, это все увядает и утихает, и представленная железа, и воягрой тут не обойдешься. Есть ли какие-то способы... Во-первых, какая вы считаете возрастной, вот такое вот, есть ли какие-то ограничения возрастные в этом плане? То есть, ну, какой предельный возраст, разница в возрасте между мужчиной и женщиной, мужем и мужем в контексте? Если здоровый человек, он до конца своей жизни может заниматься сексом, но уже умеренности совершенно другая, то есть количество раз. Есть такой анекдот, приходит один армянин к доктору и говорит, слушай, доктор, у меня импотенция. Он говорит, в чем дело? Да, я недавно восемь раз за ночь мог убить свою жену, а сейчас только два раза могу. Значит, только вот он себе поставил диагноз, что он импотент. Раньше он восемь раз, а сейчас два раза. Да, с возрастом количество тестостерона уменьшается, и потенция будет уменьшаться. Но за жизнь свою, если человек живет на природе и все делает по законам природы, он может до конца своей жизни иметь хороший секс. Так нам запрограммировала природа Господь Бог. Ну, мы знаем, да. Мы знаем, были времена, те люди, которые жили тысячи лет, и Ной, и Адам, и та компания, а там у них дети появлялись в возрасте. Ну, теперь разговаривайте. Поскольку мы живем в таком цивилизованном мире, что, значит, цивилизация выдумывает такие препараты, как виагр. Ну, а виагре ничего плохого нет. Но это химический препарат, который убил уже много десятков и сотен тысяч людей. Да. А умеренным не может быть. Там такой причин нет. Потому что... При неумеренном употреблении этого препарата. Тут это как бы неестественное состояние. Нет. Поскольку вся кровь из мозга, из всех других конечностей, идет в малый таз. Это получается раздражение. И человек, который имеет слабое сердце, или есть точеная нервная система, у него пульс где-то до 200 ударов в минуту. Он может просто умереть там во время секса. Поэтому это дело каждого. Но просто виагр это неестественное состояние. Я сейчас попробую, значит, объяснить публике о том, что есть заменитель виагры. Я уже как-то говорил, что скепидарные белые ванны заменяют подагру в сотни раз лучше. Но сейчас я приведу другие примеры. Значит, когда я был студентом шестого курса, у меня были друзья, которые, вот как я сказал, у них не было уверенности, и у них был страх, что они как бы не совершат. Совершенно верно. Так мы, значит, у меня была профессора фармакологии, хороший был один, очень знающий фармаколог, и он мне предложил, значит, когда я уже кончил мединститут, значит, стрихинином нитрику. Это стрихинин, значит, препарат, который усиливает, совершенно верно, но 0,1% внутримышечный. Усиливает импульсы из мозга, из спинного мозга, быстрее идти половым органом, заменяет виагру, превосходит без побочных эффектов. Два-три раза укрепляется уверенность в себя, и уже само подсознание работает на сексуальную функцию. Так, тогда я должен сделать небольшое отступление и сказать о том, что радиостанция, руководство радиостанции не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире и не создаст согласность с этим мнением, поскольку нас потом могут обвинить некоторые, которые будут тестировать, что вы говорите, они сразу побегут, где-то найдут этот стрих, а что, разве продается где-то этот стрих, но я говорю, какие способы есть. Это я, да. Какие способы я применял? а что же выпишет? Я еще объясните. Здесь в Америке я стал применять другие методы, то есть знаменитого Эдгара Кейси, видите, да, он 20, пожалуйста. Эдгар Кейси вылечил 30 тысяч. Это другое дело. Этого полностью товарища мы уважаем. А вылечил. Так вот, у него тоже есть рецепт, очень простой. Есть такое средство ДМСО. ДМСО продается в магазинах здоровья, можно через интернет купить. А, не помню. но ДМСО это уже как бы по-английски. ДМСО. Д. Это по-русски? А. Потом ДМСО Дмитрий М. Это Михаил, да? С. Это Семен О. Это Олег. Это такая бесцветная жидкость, которая дает возможность обезболивать в 60-х годах. Это было одно из лучших средств обезболивания. И когда ты мажешь, у тебя так получается такое вжжение, как скипидар. И если мы хотим усилить любого лекарства, то вот эта жидкость, она проходит так глубоко через поверхность кожи до 100. Да, я сейчас, если ты подождешься, я сейчас принесу это ДМСО. А как мы это делаем инъекции? Так вот ДМСО за 10-15 минут я вам верю. Вы мне потом пришлите указания член и намазать. И у тебя будет эрекция. То есть это усиливает. заменяет воябру. Никакой поповечный эффект нет. Мой интересен. совершенно верно. То есть побочных эффектов нет. Это просто притягивает кровь в этот час. получается рожжение. Как будто ты выпил вот это шпанское мошка. Такая знаешь? Шпанка. Шпанское мошка. Но это раздражитель, который ты принимаешь. Это древний такой. Везде в сексуальных магазинах тоже прожжение. Дальше раньше врачи американцы, они делали, значит, у них был такой rectum dilettator. Это расширители заднего прохода. Вот когда, допустим, этими расширителями ты как бы расширяешь задний проход, это стимулирует очень сильно хорошо, успокаивает человека. Про мужчин, да. Это называется rectum dilettator. Это никогда не применяется. Мы сейчас говорим про мужчин? Но американские ученые и врачи применяли это в 30-40-х годах. Дальше массаж простаты. Я лично сделал, ну, может быть, тысячи-тысячи массажей за свою жизнь. И я нашел очень интересные труды американских ученых, которые начинали с 5-ти минут массаж и доводили до 30-ти минут. И все побочные эффекты прекращались у людей с простатитом. Сейчас это, ну, это грязная работа, да? Печатки есть, массировать и так далее. И никто не платит за это, понимаете? Поэтому это сейчас как бы уходит. да. Молчат. Я вам скажу наоборот, те, кому массируют, платят за это. То есть, есть массируемый, а есть массирующий. Моя практика показывает, что это очень эффективно. Потому что если там виновный застой, в предстательной железе, там будет всегда слабость. операции, когда вырежаешь, человек становится, может быть, полным импотентом после операции. То есть, я понимаю так, прежде чем что-то отомазать или вкалывать тем более какие-то яды, проще всего разобраться, в чем причина, верно? Да, потому что временно как-то будет помогать, временно на все как-то помогает, но потом наступит момент, когда уже это не будет помогать, тогда уже надо будет искать другие средства, но все-таки это я уже обращаюсь к нашим радиослушателям, телезрителям, дорогие друзья, ну, кто-то пишет, действительно, есть такие проблемы, и это не их много, это проблема, действительно, ну, вот, пожалуйста, можете обратиться к доктору Вайдову, можете обратиться в центр Сан-Гейт, пожалуйста, мы с удовольствием вас к нему переправим, перенаправим, и он вам даст больше материала и рекомендаций, дело в том, что действительно надо, прежде чем приступать к каким-то, скажем, искусственным мерам, надо все-таки заняться своим здоровьем, в чем лежит причина, это самое главное, потому что, ну, это уже следствие, будем так говорить, я правильно понимаю? Эта женщина, видишь, у нее вот это вот, это льняная такая повязка, она пропитана, значит, целебными травами и солью, и она вытаскивает всю патологию в малом тазу. То же самое? Нет, 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 это просто картинка, это, понимаем, мы сейчас говорим уже, у кого есть венозный застой, а у женщины убирается венозный застой, вот тоже таким путем, все гинекологические расстройства. Дальше есть способ гидротерапии, гидротерапии, да, значит, сидящие ванны, сидящие ванны делаются, так вот, допустим, есть такое, ну, тазики такие, глубокие, ты пересаживаешься 10 раз, горячее, холодное, 5 минут горячее, 10 минут холодное, горячее, чего для того, чтобы усилить ток кровообращения, и пить все больше чая, насыщенным красным перцем, чтобы усилить ток кровообращения, чтобы кровь вымывала всю слизь и прощищала кровеносные сосуды в предстательной железе, вот, и во всем малом тазу, дальше идёт гипертермические перегревающие ванны, для того, чтобы сжечь все вирусы, бактерии, паразиты, и выделить спотом, то есть, это, эти приёмы, которые делали также врачи-натуропаты, вот, одна из них, это великий доктор Куне, он ещё в 18 веке практиковал широкую натуропатию, известные немецкие учёные, врач Луфуне. Да, я в своих книгах, я объединяю всех этих учёных, то есть, это на английском языке, никто никогда не переводил, как бы забыто это всё, но я их всех поднял, переработал и написал в своих книгах, поэтому, если любые, те, которые кончили 10 класс, они могут переварить, это всё очень просто, ясно, и использовать у себя дома, для блага. Дальше мы идём к сыроедению, для того, чтобы вылечиться от импотенции, нужно клеткам материал из сурового источника сырой пищи, то есть, не жарить, не варить, убрать всё, что даёт слизь, а это молочные продукты, мучные продукты и сахар, поскольку сахар вытягивает все витамины, минералы, микро-макроэлементы. Соль тибетская, там 55 микро-макроэлементов. Вот, таким образом мы очищаем эти кровеносные сосуды и питаем нашу кровь и наши клетки с сырой пищей, ну, хотя бы на 90%. Дальше я хотел показать, значит, очень важно эту кровь оттянуть, видишь, какие упражнения. Так вот, эти йоговские упражнения, они очень важны. И дыхание, и вот эти позиции для того, чтобы усилить ток крови именно головной маск, щитовидную железу. Одна из главных причин это недостаточность функции щитовидной железы. Не хватает йода и микро-макроэлементов, и гормонов. Поэтому импотенция. значит, если не хватает йода, то щитовидная, паращитовидная железа не будет функционировать, печень и почки не включаются в работу, то есть, это всё на низком уровне. А нам надо на высоком уровне обмен веществ. И щитовидная железа должна вырабатывать три гормона, главный тероксин. А если температура низкая, значит, не будут вырабатываться эти гормоны, не будут спрещаться половые функции. Обязательно простата связана с щитовидной железой. 100% случаев. Но у медиков нет тестов, чтобы показывать, как работает метаболизм на высшем уровне. У них показывают только на среднем и на низком. Поэтому десятки лет идут процессы разрушения в половой сфере и во всех органах, а медики не знают. Получается, что бдительность нарушена, он здоровый, а разрушительные процессы продолжаются. Тогда в таком случае, если провести аналогию, женщины более подвержены, их щитовидная железа более чувствительна к разным, поскольку чувствительность совсем другая, то тогда получается у них гораздо больше то, что связано с... конечно. У женщин в основном поражаются яичники и все проблемы женского характера благодаря тому, что низкая функция щитовидной железы. Но они говорят, мы приходим, проверяемся, и нам говорят, что у нас нормально щитовидные железы. Мы здоровы, но продолжаются проблемы и расстройства все гинекологические. Это 100%. Щитовидные яичники, щитовидные, паращитовидные, а предстательная железа. 100% Понятно. Хорошо. Доктор, вы знаете, давайте мы на этом сегодня остановимся. У нас следующая сейчас программа начнется уже скоро. Мы продолжим эту тему. Это очень естественно интересная тема и многих она без сомнения будет волновать и волнует. Я хочу напомнить, дорогие друзья, о том, что мы беседуем с доктором Борисом Увайдов и это действительно целитель. Это из той плеяды русских врачей, которые считали, так я это объясняю, что солнце, воздух и вода это наши лучшие друзья. Сегодня все заменились химией, но и, к сожалению, мы все это с вами, мягко говоря, кушаем. Ну вот, общаясь с доктором Борисом Увайдовым, мы можем получать ту информацию, которая нам может быть полезна еще раз я обозначу наши координаты, если кто-то хочет с нами побеседовать и поговорить с доктором Увайдовым через SunGate, SunGateCenter.com это наш веб-сайт, SunGateRadio.com это наш на русском языке веб-сайт, а также это SunGate 1-0-8, SunGateCenter.com на конце буква С. Кто желает позвонить, потому что бывает, люди звонят, в частности, вот из Канады звонили буквально пару дней тому назад, 847, код страны единица, 1-8-4-7-2-2-6-9-9-5-6. Пожалуйста, звоните, пишите, задавайте свои вопросы, программа записывается, она будет выставлена в YouTube, где вы можете с ней ознакомиться и тоже оставить свои комментарии, вопросы, замечания. После этого эта ссылка пойдет на Facebook, ну и там тоже самое можно это все сделать. Доктор, большое вам спасибо. Я еще раз скажу о том, что мы, напомню, мы встречаемся с доктором Борисом Мувайдовым в 11 часов утра по времени города Чикаго. По московскому времени это 20 часов дня. 9 часов разница у нас сейчас между Чикаго и Москвой, между Лос-Анджелесом и Москвой это даже еще и больше. Это уже 11 часов времени. Удачи, но это в связи с переходом на зимнее время. Доктор, еще раз большое вам спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok